Во дворце спорта Магаз имени Берда-Явлоева стартовала ночная футбольная лига. Там состоялся матч между командами дворца спорта и Сбербанка. Ну а сотрудники других министерств и организаций готовятся к будущим играм. О том, как прошел первый матч в рамках ночной лиги в следующем сюжете. После насыщенного трудового дня Хасан Муталиев, как всегда, на игровом поле. Полузащитник команды Сбербанка уже не представляет свой досуг без таких схваток. Но сначала, как правило, разбинка перед матчем. За эти два года команда уже успела поучаствовать как в республиканских, так и в региональных соревнованиях. Многочисленные победы позволили игрокам перейти в первую лигу. В нашей республике у нас с футболом, если честно, не так хорошо, как в других субъектах нашей России, особенно в южно-федеральном округе. Думаю, постепенно и у нас будут появляться. Главное, чтобы интерес у нашего подрастающего поколения был, чтобы они меньше сидели в гаджетах, а больше играли на футбольных стадионах, на полях, на площадках, под домами. Без разницы. Главное, чтобы они играли в футбол. Сегодняшний соперник Сбербанка – команда Дворца спорта. Между привычным и мини-футболом, несмотря на наглядное сходство, все же есть различия. В мини-футболе площадка и ворота вдвое меньше, а мяч намного легче. В каждой команде по пять игроков – вратарь и четыре полевых. И всего два тайма по 15 минут. В начале первого тайма обе команды показывают активную и равносильную борьбу. Но спустя всего несколько минут превосходством в точных передачах и ударами в створ ворот отличилась команда Сбербанка. Соперники дают слабинку в защите, а вратарь пропускает первый мяч. Счет 1-0. Дальше игра только набирает обороты. С целью поравнять счет команда хозяев предпринимает несколько попыток забить гол. Но здесь все их старания оказываются тщетные. Соперник не из слабых, как итог 3-0 в копилке команды Сбербанка после первого тайма. Сейчас пока 3-0. Выигрывает команда в оранжевых футболках. Дело в том, что еще тайм целый остается. 15 минут, я думаю, все поправимо. Если вот все не возьмутся и, наверное, все-таки постараются дать бой в оставшееся время. Второй тайм и зрителей приводит в восторг большое количество голевых моментов. Кажется, уступать пальму первенства так легко никто не собирается. В створ ворот Сбербанка атаки не прекращаются, но забить игрокам дворца спорта все же не удается. Триумфаторы продолжают навязывать свою игру, а следом череда голов. Второй тайм и счет становится 9-0. Команду дворца спорта собрали всего неделю назад. Сегодняшний матч для ребят дебютный. Игра с таким опытным соперником показала ошибки и послужила для них хорошим стартом. Это ночной футбольной лиги на базе дворца спорта МАГАС. Возможность для многих любителей футбола в свободное от учебы и работы время совместить приятное с полезным. Впрочем, команды разных министерств и ведомств уже готовятся к матчам. Мы ждем всех, все организации, все исполнительные органы власти, муниципалитет, всех желающих поучаствовать в данном турнире. То есть мы разослали всем желающим письма, что мы открыли эту лигу. И тем более для госслужащих это удобно. До шести на работе, семи часов игра. Надо отметить, что в следующем году наша страна примет у себя чемпионат мира по футболу. И футбол и в стране, и в нашей республике как никогда актуален. Так что ждем всех любителей футбола поиграть, поболеть за свои команды. Футбол в республике всегда был популярен. Правда, игровые виды спорта, в отличие от силовых, не так сильно развиты. А открытие ночной футбольной лиги – большой шаг в развитии этого направления.